друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж недолго музыка играла на стороне покупателей доллара индекс американской валюты снова снижается в моменте по этому инструменту мы не видим котировки 9055 и очень рассчитываю на то что друзья вместе с вашей поддержкой если вы вместе со мной видите вот эти фундаментальные системные факторы мы сможем добиться того чтобы американская валюта просела еще ниже что же выступило причины локальных распродаж американца но во первых хочется верить то что одной из причин все-таки стало понимание что последняя динамика на американском рынке долга на рынке казначейских трежерис это не какой-то системно значимый переворот это в том числе коррекция которая имела место быть но тот на роста показателя доходности которые мы видели не имеет причин и серьезных фундаментальных оснований для а продолжения поэтому трейдеры скорее всего снова сфокусировались на перспективу принятия скорого принятия мер фискальных стимулов государственного фонда помощи да как угодно можно назвать хочется верить также что какая-то конкретика по этому фонду на поступит уже до конца этого месяца ну будет прям совсем супер друзья если решение конгресса протащит не концу марта а как можно раньше этого периода поэтому х мы с вами очень долго ждали друзья ну действительно долго ждали мы фактически несколько месяцев по индексу доллара зажаты в коридоре и сейчас после такого ожидания хочется получить конечно же вознаграждение и вот это решение по новым фискальным стимулом это и есть тот самый взрывной катализатор мощнейший фундаментальный заряд который их и должен придать больше бодрости и силы продавца поэтому по индексу американского доллара цель это тест поддержки 90 пунктов пробой этого уровня и уже заходы на более нисходящие ориентиры вчера локальной причиной для снижения выступил отчет по заявкам на пособие по безработице собственно как и следовало ожидать и как мы это и делали на отчет разочаровал восемьсот шестьдесят одна тысяча первичных обращений за пособиями по безработице с уровня восемьсот сорок восемь тысяч на позапрошлой недели казалось бы но не великая разница что уж тут негативить но фишка в том что показатель позапрошлой недели был пересмотрен существенно в негативную сторону потому что раньше мы видели что количество обращений было почти на 50 тысяч меньше а сейчас оказывается когда статистику подбили этих обращений было почти восемьсот пятьдесят тысяч может быть спустя неделю когда мы будем сравнивать все новые показатели по заявкам на пособие по безработице с предыдущим окажется что на прошлой неделе было подано больше девятиста тысяч по моему субъективному мнению рынок труда сейчас просто вопита от боли никак не может отойти от последствий ковида без работы огромный процент гораздо выше чем тот который мы можем видеть по статистике количество первичных заявок на пособие по безработице наверное в реальных цифрах если скажем опустить тему того что кто-то приукрашивают статистику реальный показатель может быть свыше 1 миллиона сети после отчета по заявкам на пособие по безработице рекомендовал своим трейдерам ставить только на снижение курса доллара в принципе сеть не изменять свои точки зрения мы кстати ориентировались на прогноз этого банка еще в прошлом году и может быть как раз с расчетом на такие цели мы тоже получили еще один аргумент в пользу того что мы правы предварительно ожидая еще больше ослабления доллара сегодня в 17 45 активность верю слух сша тоже по прогнозам скорее всего данные разочаруют поэтому друзья я думаю что сегодняшний день и в целом все недели мы закроем ниже текущих значений то есть ниже отметки 90 50 ну и потом уже будем ждать со следующей недели подробности по новому фонду фискальных стимулов нефти как и ожидали коррекция не заставила себя долго ждать был достигнут какой-то экстремальный уровень в районе 65 и вот пожалуйста улетели больше чем на пять процентов вниз а я думаю друзья то что коррекция продолжится впереди заседание опек 3 4 марта соответственно на этом заседании как ранее отмечал будут обсуждать тем увеличение производства нефти сто процентов решение будет принято и также я жду что опека лидеры этой организации саудовская аравия все-таки откажется от прежней взятого единолично взятого на себя обязательства по сокращению добычи в одностороннем порядке на 1 миллион то есть потенциально готовимся к притоку до предложения на рынок и техас который в последние дни поддерживал рынок нефти арктические холода отступают друзья на следующей неделе мы про них уже и не вспомним предприятие довольно быстро вернуться к своим прежним показателям загрузки мощностей поэтому рынок скорее всего ждет еще более глубокая коррекция но пока что от каких-то сделок я вас предостерегаю давайте посмотрим как откроется следующей неделе уже а там еще раз вы проанализируем уровни и попробуем найти точку для продаж евро против доллара лонг 1 21 уже на наших радарах протоколы европейского центрального банка подтвердили что политика будет оставаться мягкой снова говорим о контрасте режимов фрс и цб разницы процентных ставках и еврозона в принципе по-прежнему привлекательно в плане работы с тем же самым рынком облигаций цели я надеюсь вы помните ближайший ориентир это 123 цель супер 125 фунт против доллара совсем чуть остается до ориентира целевого 1 40 колокольный максимум вчерашнего дня 139 84 16 пунктов друзья не дотянули но я в целом думаю мы уже можем говорить что мы молодцы мы были правы поставив на лонг фунта и сегодня еще не вечер британская валюта легко может добить до этого сопротивления тем более что в рамках торговой сессии куча отчетов уроничные продажи в 10.00 по московскому времени в 12.30 активность производственного сектора и сферы услуга любой из этих отчетов если он будет действительно хорошим снова снизить вероятность того что банк англии пойдет на дополнительный мир экономического стимулирования и на этом фунт еще больше воспринять духом нам не нужно 1 42 1 43 друзья не нужно жадничать на финансовых рынках 1 40 делаем и выходим из позиции американский фондовый рынок 3900 пунктов ждем 4000 пунктов и по доллару канадцу сохраняем длинную позицию 127 кстати а были комментарии по золоту на данный момент если оценивать то что происходит с рынком драгоценных металлов через золото 1768 это категория тренировки друзья не забывайте что золото это лучшая страховка от инфляции то что мы говорили про рынок облигаций который был подстегнут ралли снижение цены рост доходности как раз ожиданием того что инфляция вообще выйдет за обмыслимые рамки это заставило трейдеров опасаться что центральный банк начнут даже устачать монетарную политику вот пожалуйста то что на рынке сейчас присутствует инфляционные риски это доказывает тот факт что золото очень скоро развернется и в принципе должна это сделать уже сейчас и чем быстрее в экономику сша валют новые деньги тем быстрее произойдет вот эта коррекция разворот если хотите пытать удачу на том чтобы просесть вместе с золотом еще сильнее то есть заработать на этой косочной тенденции ну пожалуйста желаю вам удачи и может быть даже приветствую какие-то такие рискованные попытки урвать локальные возможности но все-таки долгосрочно друзья золото вверх и еще в рамках первого полгода 21 года золото снова вернется в район 1900 долларов за тройскую унцию на этом собственно все хорошего вам закрытия недели всем пока